В 2013 году нефтекамский автобусный завод передал функции по продажам пассажирской техники своему владельцу, компании КАМАЗ. С того момента нефтекамские автобусы стали продаваться под маркой КАМАЗ. В честь юбилея корпоративное издание Вести КАМАЗа рассказало, чем сейчас живет предприятие. Например, выяснилось, что по итогам прошлого года перевозчикам было передано полторы тысячи автобусов и больше полусотни электробусов. При этом компании вполне ожидаемо пришлось пересмотреть компонентную базу. Если прежде ставка делалась на европейских поставщиков, то теперь технику перевели на агрегаты из дружественных стран. Кроме того, в прошлом году нефтекамский автобус показал рестайлинговую версию 12-метрового полунизкопольника для пригородных рейсов. Предполагалось, что новинка станет конкурентом ликенской модели 5292, что работает на многих подмосковных маршрутах. И она действительно стала. После выставки BW Expo, где состоялась премьера, крупнейший пассажироперевозчик Московской области, акционерное общество МОЗ Трансавто, заказал сразу 329 дизельных машин. В салоне 83-местного автобуса установлены не жесткие кресла, а более удобные для дальних поездок мягкие сидения. Двигатель — национализированный камен с челнинской сборки, коробка передач с шестиступенчатой автомат китайской марки FastGear. Также выставка BW Expo оказалась местом дебюта автобуса особо большого класса, так называемой гармошки. Как стало известно сейчас, в серию модель пока не пошла, но ее производство должно начаться до конца года. Двухзвенный КАМАЗ построен по прогрессивной толкающей схеме. Двигатель здесь расположен сзади, в корме прицепной секции. При такой компоновке крайне важно качество узла сочленения. Благо, его удалось подобрать из ассортимента китайских фирм. Гармошка сразу готовится и в дизельном, и в газовом исполнениях. А еще нефтекамцы работают над техникой среднего класса. Проще говоря, в ГАМе появится конкурент автобусам Павловского завода. В свою очередь, развитием линейки электротранспорта станет троллейбус. Оказывается, испытания перворогатого, что также носит марку КАМАЗ, успели пройти на одном из маршрутов Петербурга. По прогнозам, в 2023 году отгрузки пассажирских моделей производства нефтекамского автобусного завода должны вырасти сразу на четверть.